Ну что, паровозы сгорели Все наши клубы сгорели с минимальным счетом Все проиграли, все три клуба Я еще думаю Наверняка проиграют Слишком много выигрывали Все клубы наши проиграли с минимальным счетом Хотя играли все неплохо Достойно проиграли И Зенит проиграл достойно И Спартак достойно И Локомотив достойно А кто из них самое достойно проиграл Вот это будет главный спорт Спартак достойнее проиграл Нежели Локомотив и Зенит Один хуй, все ноль очков Все И по сути все вылетели На этой неделе В этом третьем туре Все наши команды вылетели Давайте об этом поговорим Попозже Сначала поговорим про матч Между Локомотивом и Голдстера Абсолютно равный матч Мне вообще показалось Что Локомотив был ближе к победе Был ближе к победе Но Но не забил Вообще Локомотив мне понравился И в первую очередь понравилось Какой футбол они хотят Показывать Типично баварский футбол Такая Бавария Российская Бавария В будущем будет Из Локомотива Тренер хочет Вот такой Тотальный футбол С пасами Такой красотой С атакой С проебом И в обороне Ну вот такой красивый Баварский футбол Но исполнители у нас Не в Локомотиве Не в Баварии Но Вообще идея 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 Понятна Тренерская Вот Но Голдстера Выставила автобус За свою ебучую Блядь Антифутбольную Хуйту И Приходилось Локомотив Взламывать Это были моменты У Локомотива В принципе Могли они забить Вот Но Не получится Ну сложно Сложно Нашим клубам Всегда преодолевать Вот это Вот такие автобусы Вот Поэтому Такая ситуация Ну а в конце Проебали защитники Рывок И гол Все Как вчера Ювентус Ювентус свой Полушанс Использовали А здесь Голдстера Использовал свой шанс Все Матч равный Совершенно равный И Я думал Что Локомотив Ближе к победе На самом деле Думал Рано или поздно Локомотив забьет Нет Не забили Блядь Ну проиграли Вот Ну в целом Идея Локомотива Мне абсолютно Понятно Что они Собираются Играть Вот такой вот Немецко Баварский Футбол С тотальным контролем С атаками С разрешающими Передачами В комбинацию Но для этого Футбол Нужны игроки Я так думаю Будут серьезные Трансферы У Локомотива Вот Это вот По поводу По поводу Локомотива Теперь А грустно Как я говорил ранее Все наши Три клуба Проиграли На этой неделе Зенит Проиграл Ювентусу 0-1 Спартак Проиграл Лестеру 3-4 А Локомотив Проиграл 0-1 Голоса Вторая Все наши клубы Играли дома И все они Проиграли С минимальным Счетом Вроде Вот наверное За все Наверное За всю Вообще Еврокубковую Компанию Наши клубы Показали Более-менее Игру Стабильную Более-менее Хартнер Это самые лучшие Игры Наших команд Были Вот Ну может Там За исключением Там Спартака Может с Наполием Лучше Играли Ну не знаю По мне Так Наши клубы Сыграли Неплохо Но Но Ноль очков Ноль Как дырка Дырка Вот Поэтому Ноль очков И Теперь будут Разговоры Как мы Достойно Играли Мы Достойно Достойно Брат Мы достойно Играли Да Достойно Нас Выбали Мы не хотели Чтоб нас Ебали Нас Выбли Вот Ну это Меньше Изол А Самое хуевое То что Ну ну Давайте ребята Честно скажем Сегодня Наши клубы Официально Вылетели Из 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 Тех Еврокубков В которых Они Выступают То есть Начнем с Зенита Зенита Имеется Вот Три очка Ювентус Имеет Девять очков И они По сути Вышли Уже Плей-офф Лиги Чемпионов Да Дома Они Следующие матчи Играют Дома С Зенитом Скорее всего Выедет Челси Имеет Шесть очков То есть На три очка Больше Чем Зенита Вот И Чтобы Словно говоря Зениту Проходить Челси Да Ювентус Они не догонят Что никак Зениту Надо Выигрывать Челси Дома Потом Выиграть Умами В гостях Ну Вот так Возможно Они Выедут Да Ну Давайте Заговорить Честно Ну Это нереально Вот Нереально Зенит Выйдет В лигу Конференции Будет Весной Играет Наверное Единственный Наш клуб Да Не Наверное Единственный Наш клуб Который Будет Представлять Россию В Еврокубках Весной То есть Они Будут Играть В лиге Европы В лиге Европы Будет Играть Весной Вот Плей-офф Лиги чемпионов Зенит Не вышел Вот Далее Идем Спартак Что у нас По Спартаку Вот По Спартаку У Спартака Три очка Вот У Наполи Четыре очка Вот У Лестера Четыре очка У Леги Шесть очков Ну В следующем туре Лестер дома Играет Со Спартаком Ну И Скорее всего Ёбнет он Спартак Играет Спартак И тогда У Лестера Будет Уже Семь очков У Спартака Три очка То есть По сути Спартак Будет Оставать На Четыре очка Вот Наполи Если выиграет У Леги В гостях У них тоже Семь очков Ну По сути Будет У Леги Будет Семь очков У Леги Будет Шесть очков У Лестера Семь очков У Наполи Семь очков А у Спартака Только Четыре Три очка Ёбнет Спартака Будет Три очка И чтобы Условно говоря У Спартаку Догонять Леги Вернее Как Наполи И Лестер Скорее всего Они будут Выходить То У Спартаку Нужно Обыгрывать Наполи У себя в дом А потом Обыгрывать Еще Легию На их поле Ну Это нереально Совершенно Нереально При этом Даже Победа Над Наполи Спартаку Можете не помочь Почему Если Наполи Возьмет Хотя бы Одно очко С Лестером Вот В общем-то Шансы Практически Нулевые Скорее всего Вот в этом Третьем туре Все наши Три клуба Потеряли Шансы На выход В раунд Плей-офф В своих Еврокубках То есть Зенит Потерял Шансы На выход В плей-офф Лиги Чемпионов Спартак Потерял Шансы На выход В плей-офф Лиги Лиги Европы И скорее всего Лиги конференции Тоже Потому что Ну все Команды Намного Больше Очков Имеют Чем Они Ну а Локомотив Про Локомотив Я молчу Вообще-то Не хочу Еще Ничего Считать Локомотив Одно Очко И Они Никуда Не Вышли Вообще Никуда Вот Такой Пиздец Вот Такой Пиздец Он Да Там Я думаю Спарта Чипут Говорит Что Ну Блядь Еще Не Все Потеряно Спарта Чип Понимаете Вся Вы играете В Англии Ну Навряд Либо В Англии Выиграете Я думаю Вы проиграете Скорее всего Там Лестер Если Вы дома Проиграли Вот Все-таки Болетчики Будет гнать Лестер И Поражение Ну Все Тогда Да Тогда уже Официально То есть Следующем Моторе Лиги Европы Спартак Может Официально Оформить Не Выход Плей-офф Лиги Европы Вот Так В общем Как бы История грустная Очень грустная Но Ожидаемая А что Вы Хотели Что Наши клубы Куда-то вышли Нахуя Мы же выходим На Олимпиаду Нам же сказали Бля Похуй на ваш Еврокубки Всем насрать И главному Царю Он сказал Нам Надо Выйти Финал Олимпиады Все Похуй На все Остальное Главное Выйти Финал Олимпиады Финальную Часть Олимпийских По футболу Все Остальное Похуй Еврокубки Не Еврокубки Вот Парни Но Это не Самое Страшное Как Всегда Самое Страшное Самое Ужасное В этом Фильме Ужасов Который С Хуевым Концом Да С Окончанием Хуевым Сам Сейчас Расскажу Вам Самое Страшное Самое Страшное Заключается В том Что В следующем Сезоне Мы Будем На 20 Месяце В рейтинг Грифа Вот То есть Наши команды Сейчас Набрали Ноль Очков Заря Сегодня Выиграла У ЦСК Софийского Ебать Украина Нас Уже Обогнала Шотландия Нас Еще Вчера Обогнала Ой После Этого Еврокубкового Сезона Ведь еще У нас Хуй Вот Тон очков Отбирается То есть Удаляется Да И мы Где-то Будем На месте 20 Вот Я Не знаю Правда Ребят Может Вы Мне Подскажете А Словакия Нас Обходит Или Нет Я По-моему Мы Даже Чуть Чуть Выше Словакии Или Нет Блядь Вот Не помню Честно Хоть Убей По-моему Турки Нас Обходят Вот Словакия А А это Не в курсе А Гибралтар Нас Обходит Или Нет Блядь По-моему Обходит Гибралтар Нас А Северная Ирландия Ну Как же Блядь Нам Похуй На Все Это Нам Похуй На Рейтинг УЕФА На 20-30 Главное Выход Наших Ребятишек На Олимпиаду Да А Еврокубки Это Похуй Ну Пускай Сан-Марина Обходит Россию Ну Честно Андорра Тоже Должна Обходить Россию Да Армения Азербайджан Все Эти Стран Должны Обходить Россию Рейтинги УЕФА Потому Что Задача Поставлена Выйти Финальную Часть Олимпиады Вова Ты Уже Заебал Всех Просто За Е Бал Вот Такая Хуевая История Сегодня Заканчивается На самом Действительно Парни Сегодня Фактически Давайте Говорить Прямыми Словами Все Наши Круг Улетели Из Своих Раундов Еврокубков Всем Пока